150 11-летних мальчишек и девчонок из Центрального федерального округа приняли участие в открытом первенстве по самбо. Соревнования проходили по 20 весовым категориям. Напутственное слово юным спортсменам сказал глава округа Владимир Ружицкий. Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Владимирская и Тульская области. Почти весь Центральный федеральный округ представлен на первенстве по самбо. Гостями соревнований стали также спортсмены из Кимеровской области и Владивостока. У нас количество участников 100 юношей, 50 девушек. Оно строго регламентировано и на данных соревнованиях выступают только те спортсмены, которые прошли отбор соответствующих. Участники турнира – дети, рожденные в 2006-2007 годах. Только показавшие лучшие результаты на первенствах своих областей приехали в Люберцы. Соревнования прошли по 20 весовым категориям. Поприветствовал спортсменов президент Федерации самбо Московской области. А вас, ребят, поздравить с окончанием учебного года. Желать успешного выступления, чтобы вы подружились. Ну и победит очень сильнейший. Глава Люберецкого округа Владимир Ружицкий отметил важность и пользу спорта для молодого поколения. Вы очень направлены в пути, потому что занимаетесь спортом, укрепляете свое здоровье. Это поможет вам в учебе, поможет в жизни. Вы в этом убедитесь, потому что спорт он закаляет, спорт он тренирует волю. Несмотря на юный возраст, Сергей Нестеров уже опытный спортсмен. Он приехал в Люберце из Нахабина Московской области. Я занимаюсь почти пять лет. И это не мои первые соревнования. Соревнований у меня было много. Но я думаю, призовое должен занять. Надо, во-первых, не волноваться. И думать о победе просто. Самбо – довольно молодой вид спорта, который вбирает в себя лучшие приемы и принципы других единоборств. Его философия – самозащита без оружия. В ноябре 2018 года самбо отмечает 80-летний юбилей. Александра Томей, Александр Дегурко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.